всем привет такое разнообразное цветение у меня сейчас и подсолнухи от семечек вырастают сами которыми мы кормим попугаев и мои любимые гордыни очень люблю эти растения очень люблю эти цветы запах у них обалденный листья глянцевые у нас конечно они растут уже как можно сказать как заборчик в общем мы их так подстригаем и они себе постепенно постепенно растут очень красивые белоснежные огромные цветы ну канал у меня про орхидеи поэтому я так вкратце покажу что растет у нас в австралии в австралийских огородах так сказать в общем что-то одно оцветает что-то раз что-то расцветает красивые такие шарики колокольчики ну как я сказала уже мой канал про орхидеи поэтому будем показывать орхидеи у меня растут мои нобели уже наверно кто-то видел просто показываю как им нравится корешками оплетать пальмы ну а тут расцвел ансидиум спаселатум красивые длинные цветоносы достигают наверно почти двух метров называют их еще дэнсинг леди такие небольшие цветы и конечно очень как уже понятно неприхотливая орхидея так вот себе когда-то я прикрутила маленький маленький кусочек и вот так вот она уже разрослась прекрасно себя чувствует тут олени рога сейчас может покажу ее спереди размер вот так вот он выглядит спереди огромный конечно размах я удивляюсь как можно выращивать такое дома я знаю что петр привет петру у него было такие такое растение олени рога или это платицериум в общем род папоротниковых я когда-то посадила вот такой вот маленькая посадила прикрутила к дереву и вот так вот он конечно разросся удивляюсь конечно как можно выращивать дома в домашних условиях такие растения это еще один наш орхидейный сорняк эпидендрум радиканс который растет на обочинах дорог разноцветные и желтые можно увидеть и красные конечно есть красивые выставочные экземпляры у которых цветочные шапки такие красивые а это у меня обыкновенный такой вот как говорится уличный ну и вот так вот я его посадила в горшочек так вот и на очень такие милые цветочки ну и вот опять отвлеклась от темы да скажете очень я люблю гортензии немножечко жарко у нас и вот они конечно их нужно поливать каждый день красивый такой букетик очень люблю их там еще у меня белая расцвела magical pearl белая магическая она конечно же тоже отцветает ну в общем стоят на солнышке только поливаем водичку давай и они будут пить и цвести ну вот так вот выглядит мой такой кусочек цветущего рая в котором я пытаюсь отвлекаться и наслаждаться постепенно постепенно уже открываются бутоны конечно у кардигеры которую я показывала в предыдущем видео очень на их медленно раскрывает и как я уже говорила запах у него конечно обалденный растут ростики конечно есть сейчас нужно очень много воды чтобы она наращивала новые росты и расцветала дальше распускала свои бутоны и цвела конечно долго она цвести будет энциклей долго очень цветут ну и конечно солнце меня начали спрашивать солнце им нужно но много я бы не сказала что они не любят солнце солнце им нужно ну конечно не так котлеем но им и солнце и влага нужно поэтому и они у меня отдыхают зимой это вот единственное что я их конечно сильно не поливаю если идет дождь то идет дождь а так конечно нет еще одна вот энциклия кстати тоже расцвела это ну энциклия или простычея радиата она растет такими цветет такими соцветиями я только недавно отрезала она у меня цвела было тоже я не честно говоря не ожидала что она еще выпустит здесь бутончики ну вот расцвела еще на три цветочка и цветет уже и цветет очень долго поэтому цвету не еще то ну а здесь в очередной раз меня радует моя королева котлея акландиа и конечно очень мало таких пятен в этот раз если только вот внизу я вижу но верхние такие цветок конечно полностью темный темный сипалии питалии прямо окрашены может быть из-за того что ей было очень много солнца она прям такая темно-темно бордовая почти черная я бы сказала ну и конечно аромат у нее обалденный мне уже неоднократно говорила я честно говоря не знаю многие говорят что она не зацветает очень трудно в цветении ну конечно ну на мой взгляд вообще всем орхидеям конечно нужно солнце воздух и вода ну котлеям нужно очень много солнца чтобы они зацвели поэтому не знаю мне кажется когда создаешь такие условия то мне кажется что все будет свести и конечно многим кажется что это очень легко и просто но в моих условиях может быть да я могу подвесить под солнышко ну еще раз повторюсь что всем орхидеям на мой взгляд нужно три вещи это солнце воздух и вода проветривание если мне кажется будет солнце даже каждый день опрыскивание они будут расти и свести и конечно солнышко и вот еще хочу показать она начала расти уже с последней бульбы так она вот деточку выдала и постепенно постепенно маленький листик побольше вот этот вот ну надеюсь может быть следующий уже и зацветет поэтому такой конечно большой ростик в этом году она вырастила красотка название кто со мной недавно это вот такое название бразилия красавица бразильская запах у него конечно очень очень такой терпкий очень стойкий очень сильный я бы сказала очень ну и вот кто ее помнит я ее боялась пересаживать боялась ее трогать я вот так вот ее с горшочком вместе посадила в больше ну и как вы видите мы уже переросли этот горшок поэтому не знаю буду садить горшок в горшок наверное может быть достану с этого горшка попробую потому что конечно предыдущий было плетен полностью корнями и я не хотела ее беспокоить ну здесь я немного ложила коры всего там смотрю пенопласт у меня поэтому посмотрим пока корешок еще не пошел вовнутрь можно будет это может быть сделать тут кстати забыла я показать это гангора пострадала от холода и дождей вот такая гангора я ее не показала почему-то цветение в предыдущем показе она цвела и оцветают уже конечно вот засохли вот такие вот бутончики еще она набирает пухленькие ну и эти уже быстро на их конечно оцветает тоже конечно на вкус и цвет да как говорится многим не нравится ну это моя одна из первых орхидей поэтому конечно она у меня живет в коллекции очень длинные у нее цветоносы и вот такие вот бульбище очень большой горшок как вы понимаете я уже его пересаживала не один раз ну и вот так вот она у меня и растет она конечно очень любит попить тоже ну как вы видите холод когда было много дождей холодные ночи и и конечно орхидеи страдают когда нитки огромные конечно еще то естественно ничего и в дом заносить не могу поэтому природные условия конечно ну а здесь вот еще похожая до чем-то на акландии расцветкой ну конечно такая же красивая яркая губа просто у каландиатик она более малиновая а здесь более сиреневая ванда култана мне кажется что она у меня тоже недавно цвела я даже не успела посмотреть и вот обнаружила что распустился первый цветочек такие корни у нее конечно полезли прям со всех сторон когда много воды солнца смотрите на эти корешки это конечно да и тут кстати растет еще один цветонос я ее отнесу в ее вандовый домик потому что мой триколор конечно здесь не выжил там она начала растить этот цветоносы я его отнесу обратно пусть отращивает его там же очень люблю смотреть на корешки красотка ванда култана конечно это гибрид и их очень много есть разных разновидностей ну вот у меня вот такая вот ориентал арома такая миниатюрная она я бы сказала напомнила мне чем-то теселату тоже красивая у меня есть но что-то она давно не цвела ну а тут такие знаете роскошные нежные как шелковые цветы которые даже не в состоянии поднять свою головку красивые как девушки свесили они только расцветают только распускает свои бутоны это у меня котлея максима семи альба гуида не знаю я называю максима меня иногда немножечко так мне не нравится когда называют ее максимой почему-то я пытаюсь называть как должно звучать название в общем красотка максима обалденная это красавица произрастает в эквадоре перу и и вот в этом году она мне выдала три цветочка пересаживала я наверное ее в том году как и все вот как вы видите мох расцвела уже хорошо и это кстати одна из котлей которая расцветает из сухого чехла вот у нее был сухой сухой засушенный чехол он был пустой и вот она постепенно постепенно потом разбудила почку и вот такой вот красивый как искрятся цветы на солнышке если кому интересно вот я на фоне моей руки в общем как он какой размер ну красивые такие вот она поднимает постепенно конечно свои лепестки пытается красавица как и все котле и она стоит конечно на ярком солнце очень много и солнце нужно в общем вот так тут продолжает цветение пятнистая красотка ну а тут на заднем плане еще одна энциклия энциклия кахлеата она вырастила две таких обалденных красивых больших псевдопы это вот так вот она у меня стоит там водичка если остается она просто очень любит попить и я вам покажу вот такой вот горшочек небольшой она растет вот опять новые ростики вылезают тут гульбы конечно огромные и вот так вот она опять расцвела и будет цвести очень 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 долго такие осьминожки тут еще такая балерина еще ручки не опустила в общем обалденные красивые цветы необычные я увидела недавно такую какую-то бордово-розовую форму так мне понравилось тоже и вот так вот у нее цветы как вы видите она их долго будет растить долго будет открывать очень долго цветение у нее происходит она произрастает в центральной америке в колумбии в восточной индии в общем такие красивые осьминожки на мой взгляд очень тоже неприхотливая такая орхидейка очень красивые конечно у нее всегда было в этом году я прям могу нарадоваться были такие вот выдает она чехольчики и потом из чехлов постепенно постепенно очень медленно тоже вырастают вырастают вот такие вот осьминожки это очередная красавица как же я люблю когда что-то распускается обалденные красивые нежные они такие прям такой цвет приятный вот прям приятный выдала мне три цветоноса в этом году 4 3 и 2 бутончика еще такие вот у нее бутончики и постепенно тоже на его открывает это она получается вырастила три новых роста и все три зацвели очень красивые конечно тут очень легко догадаться что это что то есть от пурпураты правда и это конечно гибрид с пурпуратой на котлею массе ай у меня массе ай только отцвела тоже у меня цирулийная форма очень многие тоже в нее влюбились красавица и этой гибрид пурпуратой вот она видите массе ай отцвела пурпураты сейчас у меня набирает бутоны ну а гибрид получается зацвел между природными цветениями получился получился гибрид который зацветает после массе ай но пурпурата еще не расцвела какие красивые грамма кончики так хочется чтобы это цветение цветение орхидеи не заканчивая чтобы всегда что-то цвело кому-то не хватает моих видео что они быстро заканчиваются мне не хватает цветение орхидеи я просто не любитель показывать одних и тех же орхидеи которые цветут поэтому пытаюсь всегда показывать что-то новенькое если расцветает конечно на заднем плане открылся 2 бутончик такой малышок еще совсем маленький сохранитесь аризона я рассказываю тоже о нем предыдущем видео интересно я пересаживала его туда тоже пересаживала вот бог понравилась многим моя посадка мох на дне крупная кора и все три таких новых ростика зацвели здорово слушайте я очень рада что им понравилось тут еще одна красавица прям переливается у меня на глазах солнышко на 3 часа дня так вот еще солнышко светит мне правда в глаз ну я так пытаюсь смотреть конечно что я снимаю это распустился очередной такой цветонос это я формирую бутончики пенопластом потому что они как-то в кучке были все распустились она уже цвела это котле анти файну блю кто не видел это вот такой вот гибрид с волки реаной и она вот отцвела один получается цветонос был второй раз цвел и вот тут вот я смотрю она растет новый ростик и там еще есть бутончики сразу она выдает без чехлов и сразу там вот виднеются бутончики класс вот их на этот раз целых пять и они конечно немножечко поменьше насколько красивые как красиво конечно да это вот пытаюсь вам показать общий вид то что я вижу люблю делиться красотой люблю делать подарки люблю делать добро поэтому прошу прощения сама испугалась моя розита кого-то услышала так но что это вы все видели это я показывала вот расцвел опять такой вот интересный до бульба филом и вообще славится интересными цветами ну это на мой взгляд очень такие необычные конечно цветы если сбоку на них посмотреть это выглядит вот так если сверху это и это выглядит вот так постепенно она тоже распускается и она у меня он у меня бульба филом вот такой вот скоберулом у меня цвел в том году первый раз раз цвел вот он произрастает от 100 до 2000 до двух ну да две тысячи триста метров над уровнем моря и вот так вот он себе постепенно 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 их открывает постаралась приблизить цветочки чтобы было видно этот бульба филом кстати без запаха как и мой решай ну и вот он произрастает на высоте до двух тысяч трехсот метров и напомнил мне кстати мою новинку то что новинку которая расстрела для меня первый раз я благодарю кто не подсказал ирина писаренко и петр большое спасибо макселярия инфауста и произрастает тоже на высоте 2500 метров ну вот не знаю или это зависит от нашей холодной зимы что они у меня расцвели я просто к чему это все виду что я пытаюсь выращивать мы сдавали и они у меня никак не растут ну может быть следует еще раз попробовать это кстати расцвел опять цветочек ну наверное на этом буду заканчивать это моя ванночка еще продолжает цвести красотка в общем на этой нотке наверное буду заканчивать пусть ваши орхидейки радуют вас всем мирного неба над головой пока пока